В Айтикибийском районе прошла ярмарка, посвященная Дню работников сельского хозяйства. В ней приняли участие все 15 населенных пунктов района. В этот день айтикибийцам были проданы натуральные продукты по низким ценам. На ярмарке побывала и наша съемочная группа. На ярмарке было представлено все необходимое. Были натуральные продукты животного происхождения. Молоко, кефир, творог, курт, пшено и толкан. Кроме того, по доступным ценам продавали говядину, баранину и рыбу. Также имелись кондитерские изделия. Мастера прикладного искусства предлагали различные поделки. Жители представили на ярмарке все, чем богаты. Это масло, курт и мясо. Есть изделия ручной работы, теплые носки. В общем, все самое нужное в это время года. И причем по доступной цене. Спрос хороший, продажи идут. Ярмарка продолжалась с утра до полудня. За это время люди закупились всеми необходимыми продуктами. Какие хочешь продукты есть. Народ берет, цены доступны и все нравится. Надеемся, что и в дальнейшем будут такие ярмарки. Со всех сел привезли мясо, масло, сузбе и прочие традиционные угощения. Очень хорошая ярмарка. Есть и теплые курпешки. Как раз в то время, когда цены очень бьют по карману. Эта ярмарка пришла на помощь. Большое спасибо. Ярмарка, где продавались натуральные продукты и изделия ручной работы, корма для животных, продолжилась выставкой блюд представителей разных национальностей в Доме культуры. Акимрайоны и ветераны сельского хозяйства ознакомились с составом и способом приготовления блюд. Дорогие казахстанцы, поздравляю вас от чистого сердца с приближающимся Днем Независимости. Я татарка, родилась и выросла в Айтикибийском районе. Хочу пожелать всем крепкого здоровья. Пусть в стране царят спокойствие и мир. А в каждой семье всегда будет праздник. Праздник, приуроченный ко Дню работников сельского хозяйства, завершился награждением мастеров отрасли. Акимрайон Адархан Ермаганбетов наградил граждан района, которые усердно трудились в течение года, и вручил денежные премии. Руководитель отдела сельского хозяйства и земельных отношений Айтикибийского района Мейрамбек Сатимов также поблагодарил земляков. Всего было засеяно 219 тысяч гектаров, 163 тысячи из них зерновые, 110 тысяч масличные и 48 тысяч гектаров кормовые культуры. Если сравнивать с прошлым годом, то поголовье скота выросло на 5-7 процентов. Из года в год улучшается качество КРС. Для этого государство выделяет субсидии. В этом году, к примеру, на разведение сельского хозяйства мы получили субсидии в размере 1,5 миллиарда тенге. Суучить Акимрайона подчеркнул, что труд граждан, работавших в этой сфере, никогда не останется незамеченным. Этим летом на площади около 400 гектаров мы посадили урожай, используя новые технологии. В прошлом году на 1 миллиард тенге была закуплена техника. В этом году мы закупились на 947 миллионов тенге, приобрели 42 трактора. Все это благодаря субсидиям от государства, а также программам Акима Актюбинской области по развитию сельского хозяйства. Работы будут продолжаться. На следующий год планируется провести диверсификацию. Будем развивать зерновые и масличные культуры. Владимир Федотов, Салтанат Нургалиева, Миржана Манжолов, телеканал Актюбе. Салтанат Нургалиева, Миржана Манжолов, телеканал Актюбинской области по развитию сельского хозяйства.